Присоединимся к доктору Крефла Доллару и послушаем сегодняшнее послание. Читаем 5 стих 21 главы книги Числа. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Они говорили о манне. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Зря они жаловались на еду. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. Бог их освободил. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив». Понимаете? В пустыне их жалили змеи. А Бог им говорит, «Перестаньте смотреть на свои раны. Взгляните на змея, который на шесте, и получите исцеление». Конечно, мы знаем, тот змей на кресте про образ Иисуса, взявшего наши грехи на себя. Хочу, чтобы вы увидели один принцип. Вот он. Хочешь получить свободу? «Тогда прекрати смотреть на свою рану и устреми взгляд на воззрина Божьего Агонца». Вот секрет любого освобождения. Я говорю о свободе от чего бы то ни было. Секрет свободы от чего бы то ни было. «Не смотри на себя. Переведи взгляд на Бога». Прекрати смотреть на себя. Переведи взгляд на Него. Вот почему, когда мы перестаем просить за себя и начинаем ходатайствовать о ближних, молитва как-то убыстряется. Но мы всегда найдем повод помолиться о себе. Найдите человека, за которого будете молиться. Перестаньте смотреть на себя, и к вам придет свобода. Святость — это не чувство или переживание, а созерцание Христа. Святость — это когда мы смотрим на Христа. Вот другой пример. Откроем 14 главу Евангелия от Матфея. 14 глава Евангелия от Матфея. «Прийти сюда потанцевать, мне этого мало. Перестань смотреть на себя. Переведи взгляд на Иисуса. Сегодня я бью в барабан об этом». 14 глава от Матфея, стих 22. Здесь говорится об идущем по воде Иисусе. 14, 22. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак». Призрак — это фантом. То есть они сказали, «Это дух». И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Произнеся это, он, скажем так, проверяет Иисуса. То есть Петр проверяет, Иисус это или нет. «Если это Ты, то повели мне прийти к Тебе по воде». Смотрите, обычный человек ходить по воде не может. Ведь так? Внимание! Я пытался ходить по воде. Пытался. Это был пруд, дул бриз. В голове звучала христианская музыка. А теперь шире шаг, на воду. Но не способны люди по воде ходить. Вы слышали слова Петра? «Если это Ты, то я тоже хочу шагать по воде». Но простым смертным это не под силу. Как выйти из сферы естественных вещей и войти в сферу чудес? Перестаньте смотреть на себя и сфокусируйтесь на Иисусе. И что Петр сделал? Вышел из ладьи, смотря при этом на Иисуса. Пока Петр смотрел на Иисуса, апостол пребывал в сфере сверхъестественного. Он смотрел на Иисуса. На кого смотрел, тем и стал. Иисус в ту пору был не в лодке, а стоял на воде. Это было сверхъестественно. Говорю вам, Петр вошел в это сверхъестественное. Когда мы взираем на сверхъестественные вещи, то становимся тем, на что взираем. Послушайте. Когда он пребывал в сверхъестественном, наблюдая за сверхъестественным, земные обстоятельства начали напирать на него. Послушайте. Стих 26 «И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» И от страха вскричали. Стих 27 «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь!» Петр сказал Ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели Мне прийти к Тебе по воде». Стих 29 «Он же сказал, «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде. Обычный смертный совершил невероятный поступок, вступил на воду и пошел к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался, и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси Меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем Ты усомнился?» «И когда вошли они в лодку, ветер утих, бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали, «Истинно Ты Сын Божий!» «Ты показал нам, что Ты Сын Божий!» «Вот это да!» «Ты Сын Бога!» «Воистину так!» «Я верю в это!» «Я видел, что Ты сделал!» «Ты Сын Божий!» И что же произошло? Глаза Петра устремлены на сверхъестественное деяние Иисуса. Петр смотрит на чудо, творимое Спасителем. Пока он глядел на Иисуса, он был тем, на кого смотрел. Апостол пошел по воде, ибо взирал на Иисуса, идущего по морю. Но тут вверх взяли земные обстоятельства. О, Иисус! Он перевел взгляд с Иисуса на естественные вещи, и снова стал обычным человеком. Повернитесь к соседу и бросьте на заметку. А куда смотришь ты? Пока смотрел на Господа, был Ему подобным. Перевел взгляд, все сверхъестественное отошло. Он теперь обычный смертный, а таковые по воде ходить не могут. Почему вы в сомнениях? Почему Иисус вне поля вашего зрения? Все, что делает против нас дьявол, он делает с единственной целью — отвести наш взгляд от Иисуса. Всякое давление, которое мы испытываем, он создает только для того, чтобы отвести наш взгляд от Иисуса. Даже предъявляемый нам счет он может использовать, чтобы отвести наш взгляд от Иисуса. Любую вспышку гнева, проявленную к супругу, он может задействовать с той же целью. И если ему это удается, мы перестаем жить сверхъестественной жизнью. Повернитесь к ближнему и скажите, «Время взирать на Агонца». Кто-то учит. На тебе ответственность устоять и не упасть. Кто-то даст вам именно этот совет. Слышали такие увещевания, да? А вот в Библии-то иное сказано, в послании Иуды, Тому, кто способен соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочным в радости перед всемогущим, слава и величие, сила и власть. Дамы и господа, мы должны уяснить, не мы удерживаем себя от падения, а Иисус, когда мы смотрим на Него. Он способен удержать от падения, спасти, чтобы мы не утонули, помочь обуздать свои чувства, сохранить от преждевременной смерти. Он силен это сделать тому, кто способен. Итак, я смотрю на Него, чтобы не упасть. А если перестану это делать и начну смотреть на себя, на все обычные дела, что творятся вокруг, то упаду. Когда вы видите, что я успешно прохожу через проблемы, то это не потому, что я сильный. Глянь на пастора, какой он сильный. Мне нужно перестать смотреть на окружающие обстоятельства и перевести взгляд на Иисуса. В противном случае, смотря на обстоятельства, можно спятить, заболеть, от напряжения голова перестанет работать. Я не должен на все это смотреть, а должен вступить в сферу чудес, смотря на Иисуса. Взирая на начальника и совершителя моей веры, вы проходите через ад на земле, начните смотреть на Иисуса. Иисус, ты где? Иисус, где же ты? А, вот здесь. Теперь пойдем. И когда дует ветер и вздымаются волны, ты даже не подозреваешь, что происходит в видимом мире, потому что смотришь на Иисуса. Взираешь на Агонца. Только Иисус меня сохранит. Закон Моисея требует от человека исполнения. Закон говорит, «Ты не должен то, ты не можешь это». Закон требует, «Сосредоточься на усилиях своих». Требует прилагать усилия, совершать определенные действия. Закон требует от нас жить свято, а мы на это не способны. Мы не можем приносить плод святости, ведь мы несостоятельны, мы грешники. Своими усилиями себя не изменим. Если нашими силами себя изменить не способны, как вообще можно измениться? Имеет ли отношение Иисус к моему изменению? Второй Коринфянам, 3 глава, стих 4. Такое доверие имеем мы через Христа к Богу. Такое доверие и уверенность мы имеем в Боге через Христа, на Которого и полагаемся. не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Послушайте этот стих из расширенного перевода. Я не имею в виду, что мы сами годны, квалифицированы и вполне способны для личных суждений или заявлений, или можем считать, что что-то исходит от нас, но наша сила, способность и пригодность от Бога. Моя сила, способность и пригодность — от Бога. От Бога. Люди полностью полагаются на вас, они ошибаются. Источник всего — Бог. То, что вы в своей судьбе видите и переживаете, — от Бога. От Него и мудрость. Примите это. Это не я. Моя пригодность не есть моя заслуга. Вы серьёзно? Нет, её дал Бог. Так это не моя способность достигать результатов. Она от Бога. Он её дал. Благодаря Ему мы движемся, дышим и живём. Вы слушаете? Давайте продолжим. Здесь Он говорит. Убеждает не приписывать себе достижения. На себя не смотрите. Устремите взгляд на Бога. Он — источник ваших способностей, сил, вашей пригодности. На Него смотрите. На Него взирайте. Всегда держите Его в поле зрения. Задумайтесь. Если святой не добивается успеха, это потому, что смотрит на себя. Его глаза устремлены на себя. Я могу это делать благодаря Богу, который дал нам способность быть служителями Нового Завета. Я способен служить, и это пригодность от Бога. Ни буквы, ни закона, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Седьмой стих. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, речь идет о десяти заповедях, начертанных на камнях, было так славно. Откуда я знаю, что оно было славным? Он говорит, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. То есть, он говорит, что даже имея дело с законом, назовем закон управлением смерти. Или служение смерти. Пусть даже так. Но на лице Моисея была слава, да такая, что люди не могли смотреть на него. Ведь слава на лице его была по причине сего служения. Апостол пишет, что не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, Павел говорит, что если на лице Моисея была слава благодаря служению смерти, благодаря десяти заповедям, и тут он рассуждает, то не гораздо ли более должно быть славно это прославу, сияющую в наших сердцах, служение Божьего Духа. Ибо если служение, он говорит о десяти заповедях, служение осуждения славно, то тем более изобилует славу и служение оправдания. Даже если в служении осуждения, для которого дан закон, а смерть приходит через закон, есть слава Божья, то насколько превосходит слава и служение, делающее людей праведными. Что было славным, угасло. Насколько же славнее то, что остается. Итак, была решена проблема с законом, теперь нас ведет Святой Дух. Мы сыновья и дочери Бога, ведомы Его Духом. И апостол говорит, что это служение более славное. Двенадцатый стих. Имея такую надежду, мы говорим очень просто и ясно, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на свое лицо, чтобы сыны Израилевы не смотрели на то, что подходило к концу. В расширенном переводе сказано так, «А не поступаем, как Моисей, который покрывал лицо, чтобы израильтяне не смотрели пристально на конец исчезающего, то есть не смотрели на великолепие славы, которое было под покрывалом». А я думал, что Моисей покрывал лицо, потому что евреи не могли смотреть на него. Нет, на его лице было покрывало, потому что когда они смотрели на него, слава исчезала. Он не хотел, чтобы израильтяне видели исчезающую славу, ведь тогда у них возникли бы вопросы о его лидерстве. Теперь понимаете, почему так важно читать Библию? Он убирал с лица покрывало, чтобы скрыть исчезающую, уходящую славу, не хотел, чтобы они видели ее. А теперь, ведь когда читаем книгу «Исход», то видим, что когда Моисей ходил пред лицом Бога, он убирал покрывало, когда подходил к людям. Он делал это несколько раз. То покрывало указывает на Старый Завет или Договор. И до сих пор, когда читаем Старый Завет, Божьей славы там не видим. А когда открываем Новый Завет, то видим там Иисуса лицом к лицу, видим Божью славу. Стих 14. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. А теперь внимание! Господь есть Дух. А где Дух Господень, там что? Там, послушайте, свобода, освобождение от рабства, ведь там Дух Господа. Внимание! Стих 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Что происходит, когда мы смотрим на славу Господа? Мы преображаемся в тот же образ, на который смотрим, от славы в славу. «И кто же производит изменения?» «Вы?» «Нет». «Вас будет изменять Дух Господа». Послушайте, что он говорит. Когда вы смотрите на Иисуса, Дух Господа берет на себя ответственность и изменяет вас в образ того, на кого вы взираете. Он будет изменять вас только в образ Христа. Ему нравится изменять вас в образ Иисуса, в образ свободы, в образ исцеления. Ему это нравится. Это сделает Дух Божий. Хвала Богу! Благословите Его Святое Имя! Первая Пятидесятница была у горы Синай. Три тысячи человек полегло у Синая в день, когда закон был дан. В книге Деяния сказано, что в тот день Пятидесятница пришла в полноте. Вторая Пятидесятница наступила у горы Сион. И три тысячи человек были спасены у горы Сион. Вот Слово Господне. Бог хочет благословить вас не у Синая, а у горы Сион. Нет, не закон Моисея даст вам святость, только Христос. Что же делать мне? Моя часть — смотреть. Преображение происходит не из-за наших усилий, а когда мы смотрим на Спасителя, читаем Божье Слово. Болеете? Читайте в Евангелиях об исцелениях и чудесах, которые совершал Иисус. И тогда Святой Дух изменит вас в тот же самый образ. Увидьте славу Его, и Дух Святой преобразит вас в Нее. В Евангелии от Луки 6,19 сказано, что от Него исходила сила. Хвала Господу! Святому Духу нравится преображать нас в образ Христов. Но чтобы это происходило, прежде нужно взирать на Него. Откроем вторую книгу «Паралипоменон». Этот принцип работал еще тогда. Вторая «Паралипоменон», глава 20, стих 12. «На израильтян скоро нападет несколько армий». И Ассофат был великим человеком. Он знал, что на Него идут вражеские полчища. Израилю требовалось освобождение. Я имею в виду, что, во-первых, чтобы обрести свободу, мы должны перевести взгляд с себя и на кого направить. Вы понимаете, как сложно было Иссофату перестать думать о том, что скоро на страну нападет несколько армий. Посмотрим же, что произошло. Стих 12. «Они молятся, Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать». С вами случалось подобное. «И мы не знаем, что делать». Послушайте, что они говорят. «Но к Тебе очи наши. Посреди трудностей не знаешь, что делать». И вот, именно сегодня нужно просто приковать взгляд к Иисусу. Как это мощно. Петр устремил взгляд на Иисуса, когда Господь совершил чудо. В 1 Петра 2.9 сказано, что «Мы — святой народ, народ отделённый, святые люди. Мы — народ царей, люди особенные, взирающие на славу Его». В 17 главе от Иоанна Иисус молится. И вот, что он говорит. 17 глава от Иоанна. С 11 стиха. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, внимание, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, внимание, но чтобы сохранил их от зла. Бог не заберет от вас скорби, но сохранит от зла, то есть отделит от зла прямо посредине взгод. Они не от мира, как и я не от мира. Как Он это сделает? Освяти их истинную Твоею. Твое. Что? Твое Слово есть истина. Итак, освящение, отделение, святость приходят в нашу судьбу через Библию. Вот как жить полноценной жизнью, оставаться в Боге посреди голода, среди трудностей. У нас будет полнота жизни, о чем и говорит истина. А истина освящает и отделяет нас, помещая под защиту от влияния мира сего. Это производит Божья правда. Люди этого мира принимают разные мысли. Мы же отделяемся от них, потому что смотрим на Божье Слово, а не на мир. Это истина chamber. ЭНГЫ��니다. Это истина. Это истина и outlet. Инж przyкруясолютно. Эл�еты. Продолжение следует...